Девушки отдыхают Девушки отдыхают Всем известно выражение «красота спасет мир». Для вас это больше про красоту внутреннюю или про внешнюю? Я думаю, что изначально, что все-таки про внутреннюю красоту. А где внутренняя красота, там и внешняя видна. Ну, в первую очередь, наверное, про внутреннюю, конечно же. Я пою песни о любви, о весне. И, конечно, хочется, чтобы любовь, дружба, поддержка была в наших душах. Красота – это твой внутренний мир. Красота – это твои суждения. Красота – это твои поступки. И красота – это ты сам. Мне кажется, любой мужчина, в первую очередь, воспринимает красоту внешне. И это наш бич, потому что внутри мы потом ковыряемся, находим ее. Изначально, конечно, это про внутреннее. И именно наша чистота, наша внутренняя красота, именно сейчас это очень актуально, спасет этот мир. А пока посетители делают покупки, на сцене Мари Крамриле делится с поклонниками своими личными секретами красоты. Думаю, что у каждого есть такие ритуалы, которые помогают сохранять как внешний, так и внутренний мир в гармонии. Какие ритуалы используете, чтобы сохранить свою красоту? Пять ступеней. Гель для умывания. После этого мы протираем лицо лосьоном, после этого уносим сыворотку, после этого уносим крем и после этого еще кремчик под глаза оденем. Нужно обязательно внимательно относиться к домашнему уходу, очищению кожи, увлажнению, питанию. Поэтому в основном всем занимаюсь сама. Пятница находится под покорительством Венеры. И когда девушки в пятницу ухаживают за лицом, масочки, косметолог, правильный уход, макияж, то тем самым они прорабатывают свою личную жизнь и встречают свою вторую половинку. Никто не отменял личные ритуалы какие-то. Допустим, кому-то реально нравится посмотреть, что-то там, да, узнать, какое платье лучше выбрать и мои клиентки. Точно так же у них этот вопрос, допустим, удачно я пойду, допустим, на мероприятие в этом платье. Я человек в такой настроении, поэтому мне все помогает, очень многое помогает свой мир восстанавливать. Во все времена нас с вами поддерживала музыка. Музыка о любви и мире. Поэтому давайте слушать хорошую музыку, любить друг друга, петь о любви друг другу. Почему в последнее время девушки чаще всего используют более натуральный макияж? Вот яркие тени. Отошли на второй план. Ну, тенденция, наверное, тренды. Вот как-то кто-то запустил тренд и поддерживают. Сейчас вообще, конечно, очень много... Большой акцент на натуральность. Ничто не может сравниться, да, с естественной красотой. Это всегда ценилось, это всегда, ну, да, наверное, более смотрится дорого, да. Вы знаете, есть хорошее понятие дресс-код. Это же ведь не только связано с одеждой. Если ты на работе, где ты творческая личность, ты можешь быть с кем угодно. Наверное, мы потихонечку-потихонечку приходим к тому, что все-таки то, что у тебя внутри, важнее, чем то, что у тебя снаружи. Все хотят натуральности, все хотят естественности. Это связано тоже с трендами и с тем, что происходит у нас в моде, и с тем, что происходит там на небе, потому что планеты тоже влияют на нас. Почему красота страшная сила? Красота и страшная. Ну, вот, столько всего смешали. Не знаю, красота страшная не бывает. Красота – это просто сила. Красота – это просто сила. Красота – это просто сила.